Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Я-потребитель. Тринадцать часов и три минуты на часах нашей студии. Вы слушаете программу Я-потребитель. Как обычно, в это время на ваши вопросы в прямом эфире отвечает директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. И сегодня к нам присоединяется еще один спикер. Это заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталья Амелия. Наталья Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. Напомню, телефон для обратной связи с нашей студией. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. Повод для обращения сегодня следующий. Наши слушатели интересовались, что возможно скоро вступит в силу закон, который обяжет пускать газовые службы в квартиры. Наталья Сергеевна, почему это важно и вообще актуальность этого документа, насколько это своевременно? Наверное, вообще в принципе стоит сказать о том, что обязанность пускать специализированные организации для обслуживания газовой плиты, она была всегда. Ну то есть в действительности мы с вами обязаны проводить техническое обслуживание и привлекать для этого специальных организаций. И теперь ими являются только ГРО, то есть только те, кто поставляет, собственно говоря, газ. Здесь законопроект, который в настоящий момент обсуждается, он касается увеличения, во-первых, штрафных санкций для собственников, которые не предоставляют доступ на текущий момент штрафы от тысячи до двух тысяч рублей. И во-вторых, этим законопроектом упрощается процедура для этих организаций подачи исков суд о понуждении в предоставлении доступа. Потому что на текущий момент, по факту, они скованы вот этой невозможностью обязать предоставить доступ, и дело заканчивается тем, что целые стояки многоквартирных домов остаются без газа только потому, что кто-то один из собственников не пустил при проверке, собственно говоря, оборудования. А обязанность предоставлять доступ, она была всегда, потому что это обусловлено безопасностью проживания в таком доме. Елена Владимировна, в вашей практике были случаи, когда жители обращались, что у них нет услуги, нет газа, потому что просто газовая служба не может прийти в конкретную квартиру? Обращались, да, конечно. Помимо того, к нам граждане обращаются по факту очень неорганизованной работы организации, которая обслуживает внутриквартирное газовое оборудование, когда потребители объективно не могут предоставить доступ, скажем так. И у нас на сегодня есть жалобы, которые касаются нежелания, скажем так, граждан предоставлять свои документы, ну, по сути, персональные данные, копии документов газораспределительным организациям. Да, да. И есть 2-3 обращения, в которых есть жалобы на то, что организация, которая была обязана обслуживать в прошлом году, ни разу так и не пришла вообще во весь дом, а деньги были уже потребителями оплачены, и они теперь задают вопросы, а как же так? То есть Новый год, новая организация, мы кругом обязаны, а, собственно говоря, в ответ ничего не получили. Вот такого порядка обращения у нас есть. И они были всегда, я думаю, что они и будут. Что делать в этой ситуации, почему так происходит? В какой именно? Вот что же? Да, что людей намного. Давайте, смотрите, да, смотрите, что вот, например, на сегодня, да, беспокоит людей. Они говорят, мы видим объявление, сегодня придут с 9, условно говоря, до 4 дня. Я не могу себе позволить уйти с работы. Это будет, в общем, на самом деле риск работу потерять. То есть объявление могут в данный момент находиться? Абсолютно объективно. Это редкие истории. Все равно люди, как правило, имеют возможность взять день за свой счет. Вот это опять удорожание услуги, по сути, да, там, или как-то взять день в счет отпуска. И тогда говориться с работодателем больше сесть может. Но есть люди, которые говорят категорично, ну, я не могу. Я действительно, мне ставят условия. Не хочешь работать? Увольняйся. Да, вот так вот. А вторая, да, история, когда люди говорят, а к нам приходили, а я в этот момент был в отпуске. И в отпуск я уехал. И уехал я две недели назад. Объявление повесили за один день. Я не смог даже обеспечить, я даже не смог позвонить там кому-то, чтобы пришли в квартиру. И по моему поручению просто присутствовали перепроверки и расписались в документах. Да, это не совсем правильно, но это все равно хоть какой-то выход. Ну, это просто, в любом случае, человеческое обслуживание. И люди нас спрашивают, да, а теперь нам угрожают. А теперь нас ставят, да, вот такими виновными лицами. Вот в такой истории. Что потребитель может попросить или потребовать? И вообще, как вот эти вопросы урегулировать с организацией, которая занимается обслуживанием? На сегодня в Екатеринбурге она одна, это Екатеринбург-ГАЗ. Ну, вот в действительности вы тоже сказали, да, изначально о том, что не все весьма бывают организованные. И вот у нас на территории области всего шесть ГРО, которые сейчас занимаются этими видами деятельности. И в действительности мы видим, как они по-разному подходят к этому процессу. Потому что на текущий момент к административной ответственности физических лиц привлекаем мы, должностные лица департамента. И, безусловно, мы наслышаны тоже этими историями жизненными о том, почему это, собственно говоря, не произошло. И, если честно, всегда видим очень большую разницу реакции, наверное, ГРО на те или иные обстоятельства. То есть вот первый случай, который вы описываете, это «не могу отпроситься с работы». На самом деле весьма типичная история, которая случается, и многие не могут отпроситься с работы. Такое в действительности случается. Вот здесь самое главное, наверное, собственникам помнить о том, что привлекают вас к административной ответственности, если уж про это говорить, либо сыскам в суд идут, когда вы отказываете. То есть должны быть активные действия именно по отказу, по недопуску и так далее. Поэтому, если вы увидели объявление о том, что здесь будет проходить проверка, а вы никак отпроситься с работы не можете, в этом объявлении всегда есть номер телефона. Более того, большинство ГРО, прежде чем производят техническое обслуживание, делают СМС-рассылку. Большая часть поступает именно так. Екатеринбург, ГАС, к сожалению, пока на эту историю не перешел. Я удивилась, я никогда не получала. Они немного пытались эту практику внедрять в прошлом году, но пока к этому успеху не пришли. Но опять же, вот у их коллег, у Газпром газораспределения Екатеринбург, которые представлены рядышком, это Рамиль Березовский, да, например, мы видим эту практику, она очень эффективная. То есть когда мы прямо с гражданами на рассмотрении вместе говорим, я говорю, давайте откроем сейчас ваши СМС-ки, которые поступали, вы видите, там было все указано, есть контактный номер телефона, можно было позвонить. Вот самое главное для себя запомнить. Если не могу и вижу, да, объявление, которое поступило, собственно говоря, то обязательно позвоните на те телефоны, которые указаны, сообщите о своей невозможности явки. Мы на текущий момент все пользуемся сотовыми телефонами, у вас в истории исходящих останется этот звонок. Вот я всегда отсматриваю сотовые телефоны, где что было, СМС-ки, исходящие звонки. Хорошо, меня не оштрафуют. Но мне-то ведь нужно как добросовестному собственнику, чтобы проверили. И вот дальше следующая статья ГРО, то есть на самом деле те части ГРО, которым вот звонят и говорят, я не могу, идут навстречу. И назначают такие мероприятия либо в иные дни, если у людей график, да, собственно говоря, либо выходной день, то есть суббота, воскресенье, то, когда люди у нас при пятидневке присутствуют дома. Но есть часть, с которой сложно на это в действительности договориться. И тут я соглашусь с вами, что тут, конечно, дело же ведь не только там в штрафе, в каком-то там взаимодействии с госорганом. В безопасности, в безопасности, конечно. Поэтому здесь ваша настойчивость, и прямо записать, записать меня на техническое обслуживание, проверить газовую плиту. В принципе, выходные они эти все услуги предоставляют, но не могут предоставлять их вот в этом массовом порядке, выходя на техническое обслуживание только по субботам и по воскресеньям. На самом деле, мне кажется, такая глобальная ведь проблема. И законодатель, на мой взгляд, должен в эту историю вмешаться. Потому что в правилах столько всего, и столько всего, что для обычного рядового потребителя вообще не имеет никакого значения, и он даже не будет это читать. А вот того самого важного, собственно говоря, вот этих практических проблем, с которыми люди сталкиваются в правилах, нет. И вот мне кажется, если бы правила урегулировали этот вопрос, что, да, вот в таком порядке организация производит обслуживание, и в таких-то случаях она обязана, потому что потребитель-то обязан, но ведь они тоже обязаны. Я-то ведь за им за деньги за это плачу. И получается, что потребитель находится в неком таком положении просильщика. Я не могу, я работаю. Да идиоту понятно, что мы работаем, да, в рабочее время. Пожалуйста, придите ко мне в воскресенье. И вот это вот положение просильщика, оно лично мне, как потребителю, который платит деньги за услуги, да, и платит, я так понимаю, в общем, покрывая все расходы, оно какое-то не очень правильное. Но это не, да, не вина надзорного органа, это проблема именно нормативно-правового акта. Приняли, и, к сожалению, он вот не совсем хорош в этом контексте. Нехорош он еще чем. Вот смотрите, какая есть тоже очень глобальная проблема, и у меня звонков десятки по этому поводу. Люди говорят, у нас на сегодня просто абсолютно безумно развито кибермошенничество. Нам Роскомнадзор все время говорит, не давайте никому копию своего паспорта, не передавайте свои персональные данные, охраняйте их, берегите их. С другой стороны, да, у нас есть статья 16 закона о защите прав потребителей, которая запрещает отказывать заключение договора в исполнении либо в расторжении договора в случае, если потребитель отказывается в предоставлении персональных данных за исключением случаев, установленных в законе. Тут у нас выходят вот эти вот изменения, да, вот эти самые правила, да, вот этот самый закон, выходит этот самый типовой договор, и там моя обязанность принести, кстати, там очень непонятно написано, но по сути копию документа передать. То есть я могу сейчас зайти в интернет, заполнить форму для того, чтобы заключить договор на обслуживание и приложить копию, простите, паспорта и документа на свидетельство о праве собственности на жилье. Я этого делать не буду, я сразу говорю. Вот для меня это огромное препятствие в заключении договора. Я крайне добросовестный собственник, прям гипердобросовестный. Люди говорят, я боюсь передать копию своего паспорта третьим лицам. Я не уверена, что на сегодня ГРО способны сделать всё возможное, чтобы копия моего паспорта не оказалась в руках кого-то. И таких людей их очень много. Смотрите, чем больше мы на самом деле вот с такой подачей это преподносим, тем меньше мы даём возможности вообще какой-либо договорной работе с физическими лицами. Потому что надо ведь помнить о том, что защита персональных данных осуществляется со стороны ГРО, и у них на это тоже есть надзорный орган. Ну и, например, за историю там последнего, сколько они на рынке работают, я не слышала ни одной истории утечки данных в ГРО. А мы этого и не узнаем. Вот буквально минутку всем расскажут, что... Нет, мы об этом не узнаем. Этот спор мы продолжим сразу после рекламы. На минутку прервёмся и далее продолжим. Я Потребитель В эфире программа Я Потребитель. На ваши вопросы сегодня в нашей студии отвечают сразу два спикера. Это директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева и заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Анталия Меленина. До рекламы мы говорили о том, что сейчас, давайте напомним всё-таки нашим радиослушателям, что нужно будет подписывать договор с единой компанией. Анталия Сергеевна, вот несколько слов об этом. Что меняется, что изменится? Можно я продолжу всё-таки, да, что я говорила? Ведь проблема не в том, что я передаю номер своего ПАС. Я понимаю, что эти персональные данные нужны. Договор это сложный, договор ответственный, да. Договор очень, ну, он напрямую связан с нашей безопасностью. Я против копии, понимаете, копии документа. И мне кажется, это тоже, ну, какая-то излишняя обработка. Есть такое понятие, кстати, да, у тех, кто занимается защитой при персональных данных, у надзорных органов в специальном законе о защите. Вот мне кажется, требования как раз излишние. Заграничились бы номером и всё, и сверкой. Да, я прихожу и сверяю, а вот копию, ох, как это не есть хорошо. Ваш ответ, да. Что с этим делать? Потому что нам тоже писали слушатели, говорили о том, что не хотели бы отдавать свои персональные данные при заключении договора. Копию. Да, ещё раз просто говорите, пока других вариантов на самом деле нет. И это единственная возможность вас персонализировать, это ваши паспортные данные. Поэтому здесь вот есть ответственность у обеих сторон и ГУРО, и у вас, собственно говоря, ну, невозможно работать и безлично. Ну, невозможно работать с таким непонятным собственником абсолютно. Безусловно, но я прихожу к вам заключать договор, я прихожу с паспортом и со свидетельством, берите мой паспорт, сверяйте данные. Но для чего брать копию документов? Ну, пока у нас... Я говорю только об этом. Пока нормативно установлено это так, то есть если будет иное требование, то есть есть сейчас идея, опять же, о том, чтобы заключать эти договоры через государственные услуги. Ну, то есть, например, у нас есть догазификация, которая реализуется через портал государственных услуг. И на текущий момент, на самом деле, очень здорово все задумались о том, почему мы изначально эту вещь не завели через ЕПГУ. Потому что вот тогда вы не сдаёте никакие паспортные данные, потому что вас государство когда-то идентифицировало, о том, что это вы. Ваши данные могут меняться постоянно. Это и телефоны, и электронная почта, да, они у нас меняются. Но мы их в любом случае всегда актуализируем у себя на ЕПГУ, потому что мы хотим получать актуальные какие-то данные и сведения. То есть, эта идея есть, и я думаю, что мы к ней рано или поздно придём. Но пока, к сожалению, вот не в таком цифровом формате, как хотелось бы, мы с этим, собственно говоря, и столкнулись. Ну, пока требование есть предоставлять копию документа, придётся его предоставлять, пока не изменится нормативно-правовое регулирование. На каком этапе сейчас эта работа? Сколько новых договоров уже заключено? Ну, договоров, на самом деле, достаточно много заключено. Здесь в целом у нас очень даже такие хорошие есть цифры, но, наверное, за исключением, опять же, ряда городов, я бы так сказала. То есть, есть проблемы по крупным городам, таким как Нижний Тагил и Екатеринбург. То есть, здесь у нас представленность идёт со стороны ГРО, это ОО «Газекс», ну и, соответственно, в Екатеринбурге это ОО «Екатеринбургаз». Обе организации с точки зрения частных физических лиц пошли по пути того, что будут заключать договоры в моменте, когда проводят техническое обслуживание и, соответственно, такой поступательный период на весь год. И, безусловно, на текущий момент договоров не так много. В Екатеринбурге, да, озвучено, анонсировано. Это так, хотя никто абсолютно вас не лишает возможности прийти, да, собственно говоря, заключить договор. Я, если честно, очень сильно опасаюсь за эти города. Почему? Потому что, ну, фонда газифицированного очень много, а ограниченность человеческих ресурсов тоже присутствует со стороны ГРО. То есть могут не успеть просто. Это безусловно, конечно. И это, опять же, вот я говорю про себя, про свою рубашку ближе к телу, да. То есть тут надо всегда помнить о том, что я хочу точно знать, что меня нигде ничего не пропускает абсолютно, что я могу вот уверенно жить дальше, спокойно пользоваться плитой. Поэтому вот тут надо тоже, знаете, что ещё смотреть, тоже Нина Владимировна этот вопрос поднимала. На самом деле мы можем узнать заранее, когда у нас будет техническое обслуживание. И если мы пользуемся интернетом, ну, то есть если вы зайдёте на интернет-страничку любой из газораспределительных организаций, вы найдёте графики технического обслуживания. Ну, вот Екатеринбургазы, они поделены по кварталам и по районам внутри. Кстати, очень информационный сайт Екатеринбургаза, надо сказать. Ну, опять же, никто не исключает больницы, всякое в жизни абсолютно бывает. Конечно, да и отпуска мы не всегда можем. Но заранее можно в действительности узнать. Я просто к чему всех слушателей хотелось бы призвать, о том, что вот, ну, правда, обеспокойтесь сами о себе. Я согласна. Зайдите, посмотрите, это там, не знаю, Бардина 48. Ну, когда у меня будет техническое обслуживание? И вот если к вам в августе не пришли, ну, просто можно бить тревогу, бежать, заключать этот договор, что и уже заставлять к себе прийти. Хорошо, а ещё вот такой вопрос. Иногда, да, мы меняем газовое оборудование. Да. Вот на сегодня. Вот сейчас у меня в квартире, в коридоре стоит новая газовая плита. Счастье. Да, и вот сейчас мы занимаемся тем, что нам нужно вызвать специалиста, я так понимаю, из Екатерины Грунгаза, да, и чтобы они нам установили эту плиту. Я могу рассчитывать или попросить, чтобы они пришли ко мне, и мы бы параллельно оформили этот договор. Или это невозможно? Я думаю, что про это стоит проговаривать. Сразу хочу, да, договор. Уважаемые слушатели, нет в виду. Потому что у них должно быть при себе и соответствующий бланк договора, чтобы с вами его заключить. Иначе они придут на заявку другую, на установку, там, на замену вам использующего оборудования. Без этого договора. Поэтому есть, ну, то есть, да. К вопросу, почему? Не стоит ожидать, что к вам подойдут комплексные сразу за вас подамы. Да, нужно об этом попросить. Это очень, кстати, важно и интересно. Мне кажется, что, да, вот когда сейчас идет вот эта вот активная фаза заключения договоров, и та, и другая сторона должны понимать ответственность и важность этого. И та, и другая сторона, да. То есть мы должны максимально сделать все возможное, чтобы договор заключить и все-таки дождаться вот этих людей, а та сторона должна обеспечить максимально как, мне кажется, возможно, комфортные условия для оформления этих договоров. Поэтому одного вот места, где договор заключается, конечно, очень мало. Одна из реплик, которая поступила к нам на прошлый эфир от нашего радиослушателя, была о том, что он незаконно нас заставляет подписывать этот договор. Реплика была из Москвы, какой-то адвокат в Москве об этом говорил. Вот как быть в этом случае, если люди получают такую информацию при том, что делают запросы? Ну, это все-таки достаточно популистские, так скажем, моменты, и нельзя настолько к ним прислушиваться и выстраивать траекторию своих действий от таких моментов. То есть у нас есть уже и организации, и граждане СССР, да, и так далее, различные формирования. То есть нельзя настолько быть сторонником правового нигилизма. Это государство, в нем есть правила. И как бы это ни звучало банально, но мы всегда говорим, что все правила безопасности написаны исключительно ценой человеческой жизни. И больше ничем, собственно говоря. Поэтому, если уж мы пришли к тому, что изначально у нас были ГРО на техническом обслуживании, потом здесь появилась массовая конкуренция, огромное количество специализированных организаций, государство приняло решение уйти от этого решения и вновь вернуло по факту монополистов, значит, в этом есть определенные цифры, собственно говоря, показатели человеческих жизней, которые здесь вот были, собственно говоря, у нас... А плюс еще мошенники, газовики, которые у нас массово посещали. Это отдельная тема еще, да. Сейчас мы бабушкам и дедушкам говорим. Единственный человек, который к вам может прийти, это работник АО «Екатеринбург-Газ». И о том, что он придет, вас должны информировать. Если вы увидели объявление, позвоните в свою управляющую компанию. Если вы не можете обратиться на информационный ресурс, на официальный сайт «Екатеринбург-Газа», я сейчас говорю про «Екатеринбург», все остальные должны понимать, что в каждом городе есть свое ГРО. То есть не можете зайти на сайт, не позволяют ваши знания, отсутствие интернета, позвонить в свою управляющую организацию, в ТСЖ, управляющую компанию, уточнить. А это точно придет, моя ГРО, это точно правда, это не мошенники, да. И вот в таком контексте действовать. Поэтому здесь много очень больших плюсов. А если некоторые адвокаты считают это незаконным, они должны понимать, что единственный способ доказать незаконность нормативно-правого акта, это обратиться с иском в суд. А потом уже говорить, ребята, это незаконно. То есть и Верховную Суку, Российской Федерации отменили. А все остальное, это популизм в чистом виде. Да, абсолютно правильно, Наталья сказала. Что сейчас должен понимать потребитель? Вот не так много времени остается, да, у кого-то до истечения срока договора. Вот что нужно знать? На что обратить внимание, чтобы все произошло? Во-первых, все наши договоры истекли 1 января 2024 года. Их у нас нет. Все. Вот с 1 января 2024 года, то есть у нас было время с сентября до 1 января заключить их по новым формам. Поэтому вот сейчас уже все, мы просто горящие пятки хватаем, собственно говоря, и делаем эту работу. В любом случае, каждому сейчас, я очень рекомендую все-таки самостоятельно подать заявку на заключение такого договора, не дожидаясь, пока до вас придут в рамках технического обслуживания. Еще раз помятую о своей безопасности. Обязательно проверить на сайте ГРО, когда к вам в этом году должны прийти. Если это какая-то обозримая перспектива 2-3 месяцев, ну да, можно, наверное, с заявкой не идти. Если это вторая половина полугодия, то, конечно, лучше пойти и заключить договор, уже точно знать, что к вам обязаны прийти в рамках исполнения этого договора. Еще очень много, на самом деле, вопросов, которые мы, наверное, не обсудили. Это ведь жалобы на процедуру технического обслуживания. Поэтому гражданам очень сильно рекомендую изучить, что, собственно говоря, входит в эти самые мероприятия. Потому что все же, как обычно называется, просто словами мне обмылили и взяли с меня тысячу рублей. Да, поэтому вы должны четко знать, что вам должны делать, в каких местах проверять. То есть у вас от вентиля до конца, до газовой плиты, плюс инструктаж. Это все входит. Вот за это вы платите деньги, которые, собственно говоря, вам оставляют уже потом квитанцию об оплате. Вот тут это надо вот прям идти, там есть перечень, там буквально до 20 работ, которые вам должны делать. Прям галки ставьте, сделано либо не сделано. А этот список где я увижу? Есть 410-е правила, да, то есть есть нормативный документ, в который устанавливает минимальный перечень работ по техническому обслуживанию. Вот прям по нему идем, галочки ставим. Если нам что-то не сделали, мы в акте выполненных работ пишем, что нам это не сделали. Иначе мы потом оспорить сумму и проведенные работы, но никак не сможем. А споры есть и по этому поводу. Они и про это тоже говорят. Да, люди жалуются. Пришли, посмотрели, сделали вид, поставили роспись, ушли. Ну это вот на прошлогодних исполнителей. В этом году у нас, конечно, таких обращений еще не было. То есть внимательно проверяем, что нам нужно сделать непосредственно. Спасибо большое. Напомню, что сегодня в нашей студии на ваши вопросы отвечал директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева и заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталья Миленина. Всего самого доброго и до встречи в эфире. Я потребитель. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...